Девушки отдыхают Переедет хоккейная столица Запад и Восток определили лучших Две команды, два сплоченных проверенных коллектива Два тренера, сумевших правильно распределить силы на всю дистанцию Два амбициозных проекта, две хоккейные школы, Динамо, Авангард Можно ли пропустить эту дуэль, остаться в стороне от битвы за кубок Гагарина? Нет. И на это у вас есть как минимум пять причин Девушки отдыхают Именно эти наставники в плей-офф Приберегли для своих коллег нечто особенное Их клубы не выиграли в своих конференциях регулярный чемпионат Да и целей таких, видимо, не ставили, но в плей-офф показали самый эффективный хоккей Рулевой авангарда Финн Райма Суманин больших побед в России не одерживал И как бы сильно в Омске не рассчитывали на кубок Гагарина Кажется, будто он давления на себе не ощущает На пресс-конференциях Райма улыбается Может быть, это секрет успеха на Востоке, где каждая серия изматывающая Интервью после первого матча с «Трактором» Челябинск выиграл 3-1 Но разве Суманин похож на тренера, который проиграл? Лучший наставник КХЛ 2010 года Олег Знарок, тогда возглавлявший ХК МВД, снова в шаге от чемпионства Теперь его команда не аутсайдер Тренерский штаб сумел сжать «Динамо» будто пружину Чтобы белоголубые выстрелили в плей-офф «Авангард» и «Динамо» безупречно преодолели 1-8 финала Минск и Хабаровск два открытия чемпионата Не смогли взять ни одного матча В четвертьфинале «Авангарду» потребовалось 5 матчей «Динамо» 6, но в обоих случаях результат цикономерен В финалах конференции у двух лучших команд регулярки «Скай» и «Трактора» не получилось даже зацепиться за серии Теперь главный вопрос Кому удастся довести дело до конца? Порядок бьет класс Или добраться до финала можно и без суперзвезд, но с вожаком Это доказала «Динамо»? Это сделал «Авангард»? Михаил Анисин и Роман Червенко Эта парочка занимает первые места в списках лучших бомбардиров плей-офф и лучших снайперов У Червенки 18 очков по системе «Гол плюс пас» У Анисина 13 заброшенных шайб Уже рекорд в играх на вылет Я еще раз повторю, мы все бились один из всех и всех из одного И мы все с вами молодцы И сделали огромное дело Мы будем сидеть в этой истории Победа! «Динамовец» оказался наконечником копья Командная игра не мешает ему исполнять соло на льду Хотя солировать Михаил мог бы и в Большом театре По крайней мере, аудитории у него даже больше Заменить в Омске Яромира Ягры не под силу никому Но чешский феномен оставил после себя ученика Роман Червенка переехал в Сибирь благодаря своему именитому соотечественнику И после его отъезда в тени не остался Теперь он надежда у омских болельщиков Не меньше, чем в Чехии Где Червенка не только хоккеист Мальчик из бедной семьи добился всего сам Стал ориентиром для тех, кто будет после него А если ты что-то любит, то сейчас делай Субтитры создавал DimaTorzok Без кого бы точно не было финала и даже полуфинала, так это без вратарей Александр Яроменко и Карри Раммо Оба претенденты на звание самого ценного игрока Яременко стал палачом надежд питерского СКА Заставил нервничать фаворита А всего год назад могло показаться, что уфимский этап карьеры сломил бывшего стража ворот сборной Быть третьим вратарем и снова доказать, что ты лучший Перед вами один из героев четвертого сезона КХЛ Работал в одном клубе с тренером вратарей Не буду вдаваться в подробности, в фамилии Но очень известный в прошлом олимпийский чемпион И он мне как-то сказал про одного вратаря Миш, посмотри, вот привел в пример одного вратаря, хорошего мастера Сказал, посмотри, он даже пропускает уверенно То есть, ну, говорит, нужно больше уверенности Он пропускает, там нет никаких выплеска эмоций, еще чего-то То есть он дальше начинает играть с такой же уверенностью, как будто счетный номер Его ставят в пример другим голкиперам Сильная сторона Яременко – уверенность в себе В плей-офф качество незаменимое В паре трактора «Авангард» чудес ждали от Майкла Гарнета Парень, ставший своим на Урале, в КХЛ заслужил статус игрока Который в одиночку может тащить свою команду в финал Но полуфинал выиграл Карри Рамо Грозное нападение трактора его не смутило На Востоке он стал ключом к успеху Вдоль синей линии, Панов с недобной руки, и Панов же добивает Карри Рамо выручает свою команду Но есть, есть еще время, очень даже много Ой, какой сейф Карри Рамо Но Карри Рамо спасает, еще раз смотрим Это диагональ, блестяще Динамо не выигрывало чемпионат 7 лет «Авангард» не был на вершине уже 8 сезонов Два города, пропитанных хоккейной историей, близки к заветному трофею По пути к финалу Олег Знарок и Райма Суманин смогли превратить свои команды в строгий, выверенный механизм Финал начнется в Омске Десятитысячный сибирский ледовый дворец станет испытанием для Динамо Третий и четвертый матчи серии пройдут в Москве Арена Лужников готовят к финальной серии Малая спортивная арена Лужников Что и говорить, заполняется далеко не всегда На матчах регулярного чемпионата 2-3 тысячи зрителей Это вполне нормальная ситуация Но в полуфинале оказалось, что Динамо может рассчитывать на невероятную поддержку своих болельщиков И этот лед стал ночным кошмаром для питерского СКА и Милоша Ржиги По словам президента континентальной хоккейной лиги Александра Медведева На четвертую игру серии было подано 24 тысячи заявки Но арена может вместить только 8,5 тысяч болельщиков Надо признать, как бы дорога она ни была Сколько бы ни хранила побед и воспоминаний, она устарела Такому Динамо нужен дворец побольше В Москве есть хоккейная арена, которая отвечает всем современным требованиям И может устроить даже избалованного столичного зрителя Но ни одна из московских команд свои матчи на ней регулярно не проводит Болельщик вправе развести руками и задать вопрос Почему? В Мегаспорте Динамо провело 6 игр сезона Могло бы и больше, но матч на такой арене обходится клубному бюджету гораздо дороже Учитывая, что средняя посещаемость Игорь Динамоцев в регулярном чемпионате Не превышает трех тысяч, переезжать на ходынку невыгодно Может быть, в следующем сезоне это сделает ЦСКА Дворец имени Всеволода Боброва тоже нуждается в обновлении Пятая причина посмотреть финальную серию Вопрос, на который не ответил ни регулярный чемпионат, ни три стадии плей-офф Кто же сильнее? В этом сезоне команды встречались дважды Клубы обменялись победами Оба матча завершились только в серии булитов Никто не хотел уступать Представьте, что будет на этот раз В финале Кубка Гагарина Кубка Гагарина Кубка Гагарина Кубка Гагарина Кубка Гагарина Кубка Гагарина